Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Павлова Елена. Ну и этот третий семинар – это такое логическое продолжение того, что уже было. По хорошим и плохим практикам работы в проекте два семинара уже есть. И первый и второй семинары были посвящены начальным настройкам проекта, планированию состава работ. Второй семинар был про управление сроками в основном. Ну а сегодня основная тема – это подводные камни работы с ресурсами. И тоже вопрос практики того, что происходит с графиком проекта во время уже отслеживания хода выполнения. Тоже, что нужно, что не нужно делать, как правильно, как неправильно. Давайте мы без долгих вступлений опять же уйдем в проект. Ну и вопрос планирования ресурсов. Наверное, имеет смысл начать с одного из самых таких, одной из самых таких коварных особенностей учета ресурсов в проекте. Это планирование нескольких назначений для одной задачи. И с тем, как будет реагировать проект, если речь идет, ну, например, о сочетании нескольких трудовых ресурсов на одной задаче. Или о сочетании трудовых и материальных ресурсов. Ну и в таком пустом чистом проекте представление лист ресурсов. Напомню, именно здесь создается перечень ресурсов для проекта. Настраиваются их свойства. И напомню, что основной характеристикой ресурса, которая влияет на способ учета, является его тип. Трудовые и материальные затратные. Трудовые и материальные ресурсы, они эволюционно самые древние два типа, которые были во всех известных мне версиях Project. И трудовые ресурсы измеряются часами работы. Материальные ресурсы – это любые натуральные единицы, кубические метры, погонные метры, килограммы, тонны, штуки, упаковки, ящики и так далее. Это материалы. Ну, а самый молодой тип ресурса – это затратный ресурс. Это то, что измеряется валютой проекта. Ну, и, например, в неком проекте фигурируют несколько трудовых ресурсов. Пускай это будет, например, специалист и помощник. Одна из самых таких распространенных проблем при планировании состава работ, при планировании состава ресурсов – это вопрос декомпозиции задач по компетенциям. Не всегда есть возможность декомпозировать состав работ до уровня тех операций, которые выполняются одной компетенцией. Иногда это действительно бывает сочетание нескольких компетенций на одной и той же задаче, как в данном случае. Ну, например, специалист – это такой давно работающий профессионал. Он выделен под проект не на 100%, например, на половину своего рабочего времени. А в помощь ему, ну, например, назначаются на задачи какие-нибудь молодые сотрудники, стажеры, помощники буквально. Их может быть несколько. И специалист с помощником – это разные компетенции. Даже если они, ну, как-то там предполагается, умеют делать одно и то же, все равно у них разный уровень квалификации. И, соответственно, разные ставки. Специалист, например, 2 рубля в час, помощник – рубль в час. Ну, и в какой-то момент может возникнуть необходимость назначить и тот, и другой ресурс на одну и ту же задачу. Ну, например, есть какая-нибудь в проекте в автоматическом режиме задачи, для которой надо запланировать сроки выполнения с объемами работ, посчитать деньги и так далее. И само по себе назначение в проекте, назначение ресурсов на задачи, можно выполнять в любом представлении, в котором есть задачи. Можно в диаграмме Ганта это делать, но, наверное, лучше это делать в представлении использования задач, потому что именно здесь виден вот этот момент создания самого по себе назначения. И поскольку речь идет о новых ресурсах, то по формуле планирования взаимосвязанными между собой оказываются три параметра. Длительность самой операции, трудозатраты операций и отдельных назначений и единицы назначений. Я добавлю это поле. Ну и, соответственно, через вкладку ресурс, команду назначить ресурсы, я назначаю специалиста на вот эту операцию. Project единицы назначения специалиста устанавливает по верхней границе доступности его, ну, то есть на 50% он назначен. Ну и, соответственно, для того, чтобы рассчитать длительность этой операции, можно руками поставить длительность, можно указать там некоторый объем работ. Например, предполагается, что специалист будет задействован по 4 часа в день, 40 часов будет работать, 50% по 4 часа в день, да, а суммарный объем работ 40 часов. Ну и, соответственно, Project рассчитывает длительность 10-дневную. Но оказывается так, что не только специалист должен быть задействован на этой задаче, но еще и можно добавить для этого специалиста помощника, потому что суммарный объем работы по всей задаче не 40 часов, и один специалист, он не справится. Я назначаю помощника на задачу, Project не по верхней границе доступности его назначает, помощник у меня доступен на 200%, но если больше 100% доступности указано в листе ресурсов, на уровне свойства ресурсов, то Project все равно берет верхние границы, он в данном случае берет 100%. И рассчитывается, исходя из 10-дневной длительности этой операции, рассчитывается на работу 80 часов. Сейчас я выключу просто микрофон, чтобы в эфир и в запись звуки не шли. 80 часов работы, все логично, по 8 часов в день, 10 дней, 80 часов. В общем, в повременной части тоже вся эта картина видна, по полдня будет работать специалист в течение 10 дней. Ну и на сколько-то, с какими-то единицами, с каким-то объемом работ, вот при первичном назначении назначен помощник. Но в этот момент мы можем вспомнить о том, что помощник не один, их двое. И изменить единицы назначения помощника до 200%. Опытные пользователи Project знают о том, что вот эти вот три величины, трудозатраты, длительность и единицы назначения, юниты, они связаны между собой в то, что принято называть в литературе по Project формула планирования. Они не автономны друг от друга, то есть изменение объема работы приведет к изменению длительности. Изменение загрузки специалиста, недоступности, а загрузки, тоже может привести к изменению длительности или трудозатрат. Срок поменяется, трудозатраты упадут и так далее. Формула планирования – это то, что связано с таким свойством задачи, который называется тип задачи. В сведениях о задаче его можно найти на вкладке «Дополнительные» или можно отдельными полями добавить, зафиксировать длительность, объем ресурсов или трудозатраты, фиксировать или не фиксировать объем работ в случае, если добавляется какая-то компетенция на задачу. Но мы оставляем тот тип задачи, который есть по умолчанию, и, собственно, объем ресурсов, то есть вот этот параметр единицы назначения, он не меняется. По формуле планирования, если при таком типе задачи начать изменять единицы назначения, то изменится длительность операции. То есть если я добавляю ресурсы на задачу, у меня может поменяться срок выполнения самой задачи. Один человек справится за 10 дней, вдвоем они за 5 дней сделают. Объем работ меняться не будет. Но что мы видим и увидим в данном случае, если я поставлю загрузку помощника 200%? Я устанавливаю 200% загрузку и вижу, что у меня, ну, собственно, как будто бы ничего не поменялось. Ни трудозатраты не изменились, ни срок выполнения задачи не поменялся. Изменилось только общее количество вот этих единиц. Ну, как изменилось? Я его изменила, да, поставила 200%. И изменилась повременная часть. Они теперь вдвоем работают по 16 часов в день. Два помощника работают. И если внимательно в этот момент присмотреться, проджект же не поломался, и формула планирования, она по-прежнему работает. Если внимательно присмотреться, то в этот момент изменяется срок. Но изменяется срок не всей операции, длительность не всей операции, а только одного из назначений, одного из ресурсов на эту задачу. Это только назначение помощника. И возникает в проджекте, ну, такая, наверное, в каком-то смысле абсурдная ситуация. То есть специалист работает с 10 по 23 ноября по полдня, по 4 часа в день, как это и было изначально. А помощники теперь по 16 часов в день успевают свой объем работ отработать, но только за срок в два раза короче. То есть они за пять дней успевают это все сделать. Ну и напомню, что при работе с вот этими тремя параметрами единицы назначения трудозатрата и длительность, и в диаграмме Ганта, и здесь в использовании задач, работает такой смарт-тек, всплывающая экранная подсказка, желтый ромб с восклицательным знаком. Всегда она и до этого была, и в тот момент, когда для специалиста объем работ устанавливался, и когда помощник добавлялся. И в данном случае Project сообщает о том, что вы изменили продолжительность рабочего дня. Ну да, изменили. То есть мы сказали, что не 100%, а 200%, по 16 часов в день. И я, говорит, изменил длительность, сохранив трудозатраты. Можно в смарт-теке всегда выбрать правильный для себя вариант, но только следить за этим придется самостоятельно пользователям. То есть если возникает вот такая вот ситуация, что задача одна, а назначение на нее, на эту задачу два, два или больше, а если 15 назначений, то за тем, как запланировано вот это сочетание длительности трудозатрат и единиц назначения по отдельным назначениям придется пользователю самостоятельно. Если это обобщить до уровня какого-то вывода, то можно в данном случае сказать, что Project не умеет управлять мультиназначениями. Он не понимает о том, что специалист и помощник, они автономно друг от друга не работают. Специалист не обойдется без помощников до конца своей работы. И можно либо руками поменять трудозатраты. Ну то есть раз у нас два помощника задействовано, значит это в два раза больше объем работ. Или сделать это не руками, сделать это с помощью смарт-тека, изменить трудозатраты, сохранить длительность. И вот если в смарт-теге этот второй вариант выбрать, то все, конечно, выравнивается. Ну то есть действительно по полдня специалист продолжает работать над своей задачей, а помощники по 16 часов в день, но все-таки не 5 дней, а в общем до конца задачи. Они его сопровождают и выполняют какие-то его поручения. И так, ну что называется, так будет с каждым. В каждом случае, когда будет возникать больше одного назначения на задачу, проект их будет рассматривать как два абсолютно автономных, две абсолютно автономные сущности. И специалист с помощником это может быть еще и не так критично, когда они разъезжаются по срокам. А если это, например, экскаватор и экскаваторщик, ну тут, наверное, будет совсем похуже, когда каждый из них, из этих ресурсов начнет работать каждый в свое время. Если это будет, например, трудовой и материальный ресурс, рабочий, который красит забор, рабочий и краска, тоже я начну изменять единицы назначения рабочего, а краска останется на своих сроках, останется на своем месте. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, если у вас возникает, у кого угодно, собственно, я тоже за этим слежу, если у вас возникает больше одного назначения на задачу, надо смотреть за тем, ну это касается, в первую очередь, конечно, трудовых ресурсов, надо смотреть за тем, как работает эта формула планирования, она работает безотказно, не работает только одно, не работает управление мультиназначениями. И далеко не всегда хочется декомпозировать состав работ на задачу специалиста и помощь по этой задаче для помощника, чтобы это были, ну как-то, две разные строчки в плане проекта, да и не нужно этого делать, но следить глазами самостоятельно, ну да, тут придется. Это одно, на мой взгляд, из, наверное, самых существенных ограничений вообще ресурсного планирования в Microsoft Project. Хорошо, ну, можно с этой темой закончить. Дальше, следующий вопрос, тоже касается ресурсного планирования, какой-то тоже чистый, пустой новый файл. Коллеги, если у вас возникают вопросы, вы их пишите в чат, я буду по ходу смотреть, отвечать. Это вопрос планирования вот этого последнего затратного типа ресурса. Трудовые ресурсы – это люди и оборудование. Ну, то есть, руководитель проекта, тот же экскаватор, станок, подъемный кран, производственный участок, например, принтер, сервер – это все трудовые ресурсы. Это то, что измеряется часами работы, и то, относительно чего у нас есть два способа указания доступности, выделенной емкости этих ресурсов. Насколько часов в единицу времени, насколько часов в день, например, выделен этот сервер под нашу задачу, под наш проект, или этот специалист, эта компетенция. Материальные ресурсы – это расходные материалы. Ну, то есть, принтер оборудования, а материальные – это карта для принтера, например, бумага для принтера и так далее. Расходник какой-то, натуральными единицами измеряется. А затратный тип ресурса, напомню, это, ну, вот если ссылаться на стандарт управления проектами, на PMBOK, это та категория ресурсов, которая для нас не учитывается ни часами работы, ни натуральными единицами, она выражается просто валютой проекта. Это любые закупаемые на стороне услуги какие-то. Не то, чтобы это закупки какие-то, ну, то есть, если мы там закупаем, например, какое-то оборудование, не факт, что это будет затратный тип ресурса. Это именно работа закупаемая. Там, где мы не будем, так как, например, с трудовыми ресурсами, вычислять длительность операции, исходя из выделенной емкости. Там, где мы не будем считать расход материала. Это, например, какая-нибудь статья затрат, статья расходов на проекте, затраты, да, буквально. Если у меня, например, возникают какие-нибудь командировочные расходы, командировочные, наверное, не самый удачный пример, потому что это не закупаемая услуга, ну, например, вот транспортные расходы, авиаперевозки какие-нибудь, да, авиаперелеты, мне надо посчитать на проекте, потому что несколько командировок предполагается. Мы, как компания, услуги авиаперевозок не оказываем. Мы их закупаем на стороне. Поэтому мы не будем считать загрузку воздушного судна, стоимость часа работы экипажа, да, так как мы это сделали бы, если бы сами производили эту услугу через трудовые ресурсы. Мы не будем считать исход авиационного топлива, вот этот материальный ресурс. Нам в данном случае тоже не интересен. Нам интересно просто, сколько это стоит. Ну, то есть, это затратный тип ресурса. Для нас это просто авиаперелеты, для нас просто статья затрат. И, наверное, самый частый распространенный случай использования вот этого затратного ресурса в проджекте, это работа подрядчиков. И можно подрядчиков учитывать затратным ресурсом? Да, можно. Из всех трех типов затратный ресурс – это, ну, такой ресурс невычисляемый, с помощью которого я посчитать ничего не могу, ни длительность, ни стоимость посчитать. Собственно, я внести ее руками могу, и длительность, и стоимость. Ну и все. Можно так учитывать подрядные работы? Да, можно. А я, в принципе, могу сказать, что у меня появляется какой-нибудь аутсорсинг, тип затраты. И что я вижу в этот момент в проджекте? Это вообще с 2007 версии живет этот тип ресурса, и с тех пор ничего, в общем, с точки зрения функционала не поменялось. У меня нет здесь стандартной ставки, у меня нет здесь, собственно, и затрат на использование. Я, в принципе, нигде не указываю на уровне свойства ресурса никакую стоимость единицы использования, потому что единица использования является сама валюта проекта. И, в общем, если мне надо задействовать этот ресурс на какой-нибудь задачи, ну, какие-то, например, подрядные работы, ну, вот в этом случае, назначая этот ресурс на задачу, я не могу указать для него единицы назначения, потому что единица использования – это деньги. Все, что я могу в данном случае сделать, если я буду этот аутсорсинг считать через затратный тип ресурса, это руками указать длительность и руками указать стоимость использования этого аутсорсингового ресурса на своей задаче. Ну, то есть, например, задача длится 10 дней, и сами по себе услуги стоят 100 тысяч рублей. Все, собственно, руками указываю и затраты по назначению, и длительность операции. И вижу, как в повременном распределении размазываются эти 100 тысяч по 10 дням. На этом, в общем, функционал затратного типа ресурса по большей части заканчивается. Да, я могу при пропорциональном распределении, могу перераспределить в повременной части эти деньги, то есть сказать, что это не по 10 тысяч в день, а, ну, допустим, какой-то другой график чего-то там, платежей или график списания денег. Но никакой зависимости между общим объемом денег и, например, длительностью операции в данном случае нет. То есть, если когда-нибудь по плану или по факту окажется, что эти подрядные работы длятся не 10 дней, а, например, 12, у меня общий объем денег на этой операции не изменится. Как было 100 тысяч, так и осталось. Изменяется в данном случае по временной расходу и мне надо самостоятельно указывать, что это там не 100 тысяч, а, например, 120 тысяч, потому что дольше выполняется задача, там оказалось, что недооценили объем работы. Как еще можно учесть эти же 100 тысяч, но, наверное, сделать это каким-то образом поудобнее? Как, в принципе, можно учитывать деньги в проджекте, не пользуясь вот этим затратным ресурсом? Потому что, повторюсь, функционал затратного ресурса этим исчерпывается, во-первых. Во-вторых, во время отслеживания хода выполнения затратный ресурс при обновлении прогресса проекта он никак не учитывается в освоенном объеме. А мне, например, надо считать, что у меня осваиваются каким-то образом деньги и оценивать, насколько эффективно выполняется этот проект. Как обойти этот момент? Сделать это можно с помощью материального типа ресурса, как это и было до 2007-й версии. Деньги ведь считались всегда в проджекте, но считались они с помощью материального типа. Мне же никто не мешает это сделать таким образом. Единица измерения материалов в данном случае будет рубль, например. Здесь я могу указать уже стандартную ставку. Один рубль стоит один рубль. Более того, я могу указать, напомню в сведениях о ресурсе, несколько ставок для одного и того же подрядчика, например, за разные виды работы. Я могу указать динамику каждой ставки, сказать, что там с какой-то даты, например, стоимость работ увеличивается, снижается, какие-то сезонные скидки появляются и так далее. Но даже если просто ограничиться вот так вот одним рублем и запланировать какую-то еще задачу для вот этого подрядчика. Ну, например, те же 10 дней, как это было изначально на подрядных работах. Здесь у меня уже большее пространство маневра. То есть я назначаю на задачу для подрядчика подрядчика. Это материальный тип ресурса. И в данном случае я могу оперировать уже и единицами назначения, и общим объемом расхода. Более того, я могу назначение этого ресурса привязать к длительности операции. И точно так же посчитать, ну, например, затраты по этой задаче. Я могу в единицах назначения в целом указать, что это 100 тысяч. И у меня те же самые 100 тысяч пойдут в затраты на той же самой 10-дневной задаче. А если мне надо, да, и точно так же в повременной части я могу изменять там количество денег. А если мне надо, например, сказать, что в зависимости от длительности задачи будет объем расхода по вот этой статье затрат, то я ведь могу указать не только постоянную норму расхода через единицы назначения, но и переменную, сказать, что это 10 тысяч в день. Вроде бы картина такая же, те же самые 100 тысяч рублей. Но только теперь при изменении длительности операции до 12 дней у меня все-таки пересчитывается общее количество расхода денег по вот этой вот задаче для подрядчика. И на мой взгляд, такой способ все-таки удобнее, чем затратный тип ресурсов. В принципе, не могу придумать, почему бы затратный был бы удобнее, чем вот этот вот материальный. Скажем так, всегда, когда мне нужно учитывать какие-то деньги, я все-таки стараюсь это делать не затратным типом ресурса, как вот в первом примере, а материальным. Более того, можно ведь с помощью вот этого материального типа сделать то, чего в проджекте никак по-другому не сделаешь. Тоже опытные пользователи проджекта знают, что в рамках одного файла мультивалютного учета в проджекте нет. Ну то есть я не могу посчитать один ресурс, допустим, в долларах, другой в евро. А с помощью материального типа, пожалуйста, легко это можно сделать. Если, например, у меня есть два подрядчика, какое-то ООО и какое-то ИП, то я одного могу измерять долларами, а другого могу измерять евро. Ставки только разные будут. Это то, что я с затратным типом совершенно точно никак не смогу сделать. Здесь, например, у меня 60, здесь 70. Ну и, соответственно, если появляется какая-то общая для них задача, или не общая, в общем, не важно какая разница, какая она там. Ни одной задачи хватит. Я оба ресурса назначаю, и точно так же, как и во втором примере, точно так же через единицы назначения просто указываю там общее количество 500 евро, 1000 долларов. И я просто считаю в рублях, сколько мне стоит вот эта вот задача. Ну то есть мультивалютный учет затратным типом нет, не реализуешь. А вот таким вот материальным типом ресурса, да, почему бы и нет. И я могу по каждому в отдельности назначения увидеть повременной расход. И я могу по каждому в отдельности назначения либо постоянную, либо переменную норму расхода указывать. Ну то есть это, например, не 500 евро, а 50 евро в день. И, соответственно, у меня одно назначение будет связано вот это вот ИП, да, с длительностью операции. А второе нет, не будет, от длительности не будет 60 тысяч рублей зависеть. Ну то есть, если говорить все-таки про лучшие и худшие практики, ну затратный тип ресурса это не то чтобы плохая практика, тип и тип себе. Но мне кажется, что более удачный вариант это все-таки работа с материальным типом ресурса. Он посимпатичнее выглядит и во время планирования, и во время потом отслеживания хода выполнения. То есть тут я могу, когда уже перехожу к факту, оперировать фактом и остатком. И от этого будет регулироваться процент завершения по операции. Ну то есть я, у меня пространство маневра больше. Материальный тип ресурса учитывается в освоенном объеме, в отличие от затратного типа ресурса. В принципе, даже если в целом посмотреть на первое и второе назначения, то первое как-то победнее выглядит, чем второй вариант. Вариантов-то побольше во втором случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, так вот, это вопрос бюджетирования. То есть если я все-таки сообщаю о том, что у меня вот эта строчка в листе ресурсов, это да, бюджет, и я собираюсь этот да, бюджет назначать на суммарную задачу проекта, выполнять бюджетирование проекта, то есть не расчет затрат, не учет денег, а именно бюджетирование как основной ограничитель по расходу денег, то, наверное, почему бы и нет все-таки. Тут как раз, наверное, сам Бог велел воспользоваться затратным типом ресурса, хотя, повторюсь, и бюджетирование тоже можно выполнить с помощью материального типа. В данном случае, если бы бюджетирование происходило материальным типом, в данном случае указывались бы на суммарные задачи проекта на этом назначении, не бюджетная стоимость, а просто бюджетные трудозатраты. Результат бы такой же был бы. Но тут вот как раз в случае с бюджетированием, наверное, огород городить не стоит. Ну, затраты и затраты себе. А в случае с расчетом денег, ну, тут все-таки, наверное, материалы. Все, это все, что хотелось сказать по этой теме. Во всем остальном в планировании ресурсов в проекте, ну, тоже тонкостей много. Это и вопрос того, как все-таки регулировать типом задачи формулу планирования, работу с формулой планирования, и вопрос использования автоматической загрузки ресурсов. Ну, эти вопросы, они, собственно, так же, как и вот учет затратного или материального типа, так же, как и смешанные назначения, да, назначение больше одного ресурса на задачу, эти вопросы рассматриваются на 40-часовом курсе по проекту. Сейчас я предлагаю еще немного поговорить про отслеживание хода выполнения, потому что это, ну, просто любимая тема. Это, наверное, основной вообще камень преткновения работы с проектом. Отслеживание хода выполнения. Когда у нас план готов? Я сейчас возьму, например, готовый какой-то проект, план маркетинговый. Компания, заметки. Заметки, они очень интересные. Это вопрос того, как формировать процент завершения по операциям. Формировать это очень оптимистически звучит по самой, что ни на есть, распространенной практике работы с проектом. Обычно процент завершения пользователи указывают руками. Есть у меня план проекта. Например, он находится уже в состоянии базового расписания. Например, у меня задан для этого проекта базовый план. И, например, у меня началось отслеживание хода выполнения. Когда руководитель проекта переходит к отслеживанию, его задача, я не беру вопрос организовать команду проекта на то, чтобы выполнить вот эту, эту, эту и так далее, все последующие задачи. Это вопрос управления человеческими ресурсами, мотивации оперативного управления, делегирования полномочий и так далее. С точки зрения работы с базовым расписанием, задача руководителя проекта – собрать первичный факт по выполнению работ и каким-то образом внести его в этот же файл. Распространенная и, мягко говоря, не лучшая практика – это редактирование процента завершения руками. Ну, например, в компании происходит отслеживание, ну, допустим, по вторникам. Раз в неделю надо актуализировать график. И вот на каждый следующий вторник, в этом проекте такая просто цепочка работ, на каждый следующий вторник руководитель проекта пристает к исполнителям на предмет того, на сколько процентов выполнена вот эта операция. На сколько процентов выполнена операция на вторник, ну, вот этот ближайший к началу проекта, операция определения пробелов ассортимента продукта. Ну и исполнитель задумывается, сколько же это процентов. Задача пятидневная, 3 дня прошло, ну сколько-то там, 75% задачи сделано. Ну не совсем вторник, это середина среды, 70%, 60% может сказать. И потом наступает следующий вторник, надо оценить процент завершения последующей операции, еще какие-нибудь 70% завершения. И потом обзор чего-то там, и вот уже начало работы с обзором стратегии. Тут на 100% завершена. Надо же не забыть еще здесь 100% поставить, что вот это все сделано. На сколько-то процентов завершены вот эти задачи. И вот так вот раз в неделю, по вторникам, руководитель проекта пристает к исполнителям на предмет того, на сколько процентов завершена задача, и вносит этот процент завершения вручную. Почему это не лучшая практика? По разным причинам. Во-первых, потому что исполнитель, оперируя довольно абстрактным понятием процент завершения, что-то свое имеет в виду. Кто-то имеет в виду срок выполнения операции, ну то есть там из 10-дневной задачи 5 дней прошло 50% завершения. Кто-то объемами работ, часами. Кто-то физическим объемом выполненного результата, созданного результата начинает оперировать. Кто-то потраченными оставшимися деньгами и так далее. То есть тут как минимум придется договариваться о том, кто что имеет в виду под этим словосочетанием процент завершения. Это во-первых. Во-вторых, здесь, ну вот может быть на этом примере не так наглядно, потому что операции маленькие, 5 или меньше дней, но если бы это были какие-то большие операции, то это какие-то неизбежные градированные значения будет получать руководитель проекта. Ну то есть 0, 25, 50, 75 и 100. Вот так как это есть в самом проджекте. Не начата задача, четверть задачи, половина, три четверти или вся задача сделана. Никто из исполнителей не будет сообщать о том, что задача, операция выполнена на 63%, например. А это так может быть. Это во-вторых. В-третьих, вот этим вот полем процент завершения, если я начну его спрашивать у исполнителей, я никогда не смогу, никогда вообще-то на самом деле, ни при каких условиях не смогу в проджекте смоделировать отклонения. Никакие по операциям. Я не смогу сказать, что эта операция, например, уже сделана. Вот мне, например, на этот вторник сообщает исполнитель о том, что обзор стратегии полностью завершен. Что я должна сюда 100% поставить? Ну это же будет неправильно, потому что 100% они заканчиваются в четверг, а не во вторник. Ну то есть так неправильно. А кто-то из исполнителей может сказать о том, что у него, ну в общем он не успеет за остаток времени сделать всю работу по этой операции. Я не смогу сказать о том, что мы дольше работали, не смогу сказать о том, что мы позже начали, быстрее сделали. О том, что, например, до следующего вторника вот этот вот человек вообще не занимался этой задачей. Ну то есть пауза в работе возникла. Я не смогу никогда сказать, что он не 3 дня работал, а 5 дней, потому что больше 100% я не смогу внести в это поле. Ну то есть, короче говоря, отклонение смоделировать таким способом невозможно. Как правильно все-таки, что такое хорошая практика? Правильно отслеживать ход выполнения в проекте. Правильная практика – это расчет процента завершения средствами программы самой. И они же есть, эти средства, и были всегда во всех версиях. Это вкладка «Проект» и команда «Обновить проект». Я обновляю проект на вторник, ну вот какое-то там декабря, на вторник, 5 декабря. И проект просто рассчитывает процент завершения по операции. Мне не нужно придумывать, не нужно приставать к исполнителям, на сколько процентов на вот этот вот вторник выполнена операция создания чего-то там, процесса классификации идей. Обновление проекта на вторник, 19 декабря. Ну и все, я понимаю. Ну ладно, не вторник, а четверг, например, возьму. А до четверга, насколько это сделано. Я понимаю, что у меня создание вот этих вот каких-то процедур – задача, завершенная на 40%. Не надо самостоятельно считать исполнителю, придумывать о том, на сколько процентов завершена операция. «Проект» сам сформирует этот процент завершения. Во-первых. Во-вторых, вычисляется процент завершения всегда, исходя из фактически отработанных чего-то часов, дней, кубических метров и оставшихся. Факт и остаток. Вот это все, что мне надо для того, чтобы понимать, что у меня, например, появляются какие-то отклонения по операции. Как мне, например, вот в данном случае сообщить, что на вот этот четверг, 21 декабря, задача сделана уже. Не на 40%, а на 100%. Да все, что мне надо – это факт и остаток. Факт и остаток почему? Потому, почему отслеживаем. А отслеживаем мы по проценту завершения. Процент завершения – это способ отслеживания длительности, это соотношение фактической и плановой длительности. А в «Проджекте» есть два способа оценки прогресса. Процент завершения и процент по трудозатратам. Процент по трудозатратам – то же самое, но только по трудозатратам. Это факт и план трудозатрат. То есть, то, чем удобнее, тем и отслеживаем. Кто-то днями, кто-то часами. При пропорциональной загрузке это совершенно все равно. И все, что мне надо, это сообщение не только фактической длительности, не только по факту 2 дня прошло, но и сообщение оставшейся длительности. Раз уж это процент завершения, то значит длительность, факт и остаток. И вот если мне надо сообщить о том, что задача сделана уже к этому четвергу, 21 декабря, сделана на 100%, мне достаточно обнулить остаток. Сказать, что все сделано. И в данном случае я вижу, что не только у меня задача сделана на 100%, но у меня в принципе по всему графику проекта пошло опережение. Коллеги, скажите, пожалуйста, слышите ли вы меня сейчас? Есть ли звук сейчас? Есть, хорошо, да, спасибо. Да, таким образом-то я как раз и могу накапливать отклонения и в положительную сторону, и в отрицательную. Ну, то есть, может оказаться так, что на вот этот вот четверг задача, я верну 3 дня, как было, задача не на 40% сделана, окажется, что за оставшиеся 3 дня у меня исполнитель просто не успеет сделать вот это все. И ему осталось на самом деле 7 дней работать. И проект тогда скажет, что у меня отклонение в обратную сторону, не в сторону опережения, в сторону отставания. И это не 40% завершения, а 22, потому что 2 к 5, 2 дня фактических и 5 дней плановых, это было 40%, а 2 к 9, ну поскольку 7 дней в остатке, это не 40, это 22% завершения. И вот как минимум таким образом я могу рассчитывать процент завершения. Таким образом, если я живу какой-то отчетный период, ну, по неделям отчитываемся, значит неделю. Живу без отклонений, мне достаточно просто обновлять проект на дату. Вот я обновлю там, например, на следующий четверг, 28 декабря, всего 78% завершения. А если я живу с отклонениями, какими-то, в любую сторону, в большую или в меньшую, ну, например, на вот этот четверг, у меня исполнитель отчитывается о том, что он не за 5, за 7 дней, но зато уже все сделал. То мне достаточно регулировать сочетание вот этого факта и остатка, я обнуляю остаток в этот момент, и я вижу, что у меня 100% завершения. То есть отклонение – это факт и остаток всегда. Ну и такой особый случай, я верну вот эти два дня, которые были. Особый случай – это если все-таки действительно у меня там возникает какая-то пауза в работе. Ну, то есть не больше и не меньше в остатке, а просто не вышел человек там в течение трех дней на работу. Это же тоже специальный функционал. Это функционал перепланирования незавершенной работы с началом-после, например, в воскресенье 31 декабря. Вот у меня возникает пауза со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я вижу в любой данный момент времени, насколько у меня отклоняется дата окончания, в том числе по всему-всему-всему проекту. Я вижу, что у меня, поскольку все операции лежат на критическом пути, все на 6 дней отклоняется. На 6 дней, потому что работали больше над этой операцией, и еще какое-то время, там, четверг-пятницу, человек вообще не работал над задачей. Ну, то есть это вычисление, процент завершения никуда не делся, на 78%, как было, так и осталось. Остаток перенесен после воскресенья 31 декабря. Вот это вот то, что можно назвать хорошей практикой, правильной практикой работы в проекте. Это обновление, это перепланирование в случае возникновения паузы, и это регулирование вот этого факта и остатка. Если это правило будет соблюдаться при работе с графиками проектов, то, ну, в общем, на них можно будет смотреть без слез, потому что сейчас на те проекты, куда пользователи повносили немножко факт, без слез не взглянешь. Здесь у меня абсолютно объективная, абсолютно адекватная сейчас картина по тому, что происходит на проекте. Если бы я начала регулировать это просто полем процент завершения, то я бы никогда такого эффекта не добилась. Мы же говорим о работе в Project Professional, мы говорим о том, что мы не на уровне назначения от исполнителей принимаем отработанные часы и как-то их утверждаем, как это происходит в Project Server. Например, мы говорим об агрегированном факте, а агрегированный факт – это вот этот вот специальный функционал. Обновить – это если без отклонений. Перепланировать – это если пауза возникла. И руками изменить остаток. Если в остатке как-то по-другому, в зависимости от сочетания факта и остатка будет изменяться план, общий, плановая, например, длительность, как следствие плановые трудозатраты, и будет пересчитываться процент завершения. Значит, раз в день в остатке, значит, там задача завершена на 88%. Вот это то, что хотелось сказать по поводу процента завершения при условии, что мы работаем в Project Professional, а не на сервере, там, где все-таки есть возможность внесения в режиме таймшитинга по временного факта самими исполнителями. Там, да, там, конечно, можно подробнее, подетальнее отслеживать. Но здесь никто на уровне назначений, никто из пользователей не будет заполнять таймшитинг. Действительно, вот эти восьмерки проставлять – это вряд ли кому-то в персональном выпуске интересно. Много еще всяких тем, которые касаются и планирования проекта, и по срокам, и по ресурсам, и отслеживания хода выполнения. Ну, повторюсь, темы эти все рассматриваются на… подробно они рассматриваются на 40-часовом курсе по проекту. Сейчас у нас с вами формат вот этой небольшой короткой встречи. Ну вот, что позволяет рассмотреть, то позволяет. Лучше планировать состав работ, состав ресурсов так, чтобы одной операции соответствовала одна компетенция. Если это невозможно, то придется за каждым назначением пользователю следить самостоятельно. Во-первых. Во-вторых, учет денег. Ну, почему бы и нет материальным ресурсам. И, в-третьих, на уровне отслеживания хода выполнения – это расчет средствами проекта, процента завершения расчет, а не приставание к исполнителю. Спасибо вам большое, да, за то, что подключились. Рады будем видеть вас на наших курсах по Microsoft Project. Ну и до новых встреч. Формат таких маленьких семинаров, наверное, будет продолжаться. И, наверное, мы еще сможем с вами встретиться и какие-то вот такие подводные камни обсудить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова